Тренды-бренды. Простые истории о непростых бизнесменах. Тренды. Простые истории о непростых бизнесменах. Дженерал Моторс достаточно необразно хлопнув дверью, пообещав создать автомобиль, способный конкурировать с «Шевроле». Конечно, всерьез эти угрозы никто не воспринял. Джон же приступил к разработкам. Он зарегистрировал марку «Делориан Мотор Кампани» и начал собирать команду. Именно на этом этапе Джон допустил первую ошибку. Разработку внешнего вида нового авто он доверил итальянскому дизайнеру Джорджетто Джуджаро. Но итальянец, несмотря на свою громкую репутацию, с задачей не справился. То ли ему мало заплатили, то ли он не воспринял дело всерьез, но вместо полной разработки «Делориан» получил лишь макет будущего авто. Джону пришлось самому сесть за чертежи и фактически заново продумать машину. Прототип увидел свет в 1978 году в мастерской недалеко от Белфаста. Там же спустя пару лет построили завод «Делориан Мотор Кампани», из ворот которого 3 декабря 1980 года выехал первый «Делориан». Кузов авто не стали покрывать краской. Отшлифованные листы нержавеющей стали сами по себе оказались отличной защитой от коррозии. При этом задние колеса «Делориана» были шире передних. С первыми финансовыми трудностями фирма столкнулась уже через год. Стоимость 12-го ДМС была немаленькой, и дилеры отказывались работать с компанией. Палки в колеса вставлял и «Дженерал Моторс». Имея обширные связи, концерн просил банки не предоставлять кредиты фирме Джона. Весной 1982 года завод остановил работу. За это время компания успела выпустить 8 583 «Делориана». Но не надо думать, что предприятие бросило на произвол поклонников авто. Все эти годы «Делориан Кампани» выпускала запчасти и помогала ремонтировать старые машины. Несколько лет назад производство авто возобновили. В год их выпускают около 20 штук. Таким образом «Делориан» стал, наверное, самой удивительной машиной в мире. За минимально короткую историю он обрел популярность, которой не могут похвастаться его более именитые конкуренты. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Не придуманы истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату.